Балвар-радиус нам Олконча, мини-музыкаль-премьеса. Денис Леонидович, прежде чем задать вопрос, наверное, интересен был бы отзыв из социальных сетей по поводу первого дня фестиваля Денис Мацуев и друзей. Фестиваль «Восторг» душу переворачивает, поворачивает к солнцу. И да, классика – это настоящий рок-н-ролл в своих истоках, надо только уметь ее играть. Согласны ли вы с этим отзывом, и что бы вы добавили о фестивале, который проходит в эти дни в Казани? Вы знаете, мне очень важно каждое мнение, кто приходит ко мне в зал, потому что я играю для публики, для меня это самый главный критик. Будь то восторженный отзыв, либо критический отзыв, я всегда ко всем отношусь с большим уважением. То, что происходит здесь, в Казани, для меня каждый раз – это фейерверк, каждый раз – это спонтанность. Вот то, что можно делать с Латковским, с его оркестром, именно импровизировать. Да, мы репетируем, но все самое настоящее происходит на концерте. И я всегда мчусь сюда, вот я приехал из Чикаго, вчера летелось 18 часов, чтобы практически с корабля на бал, я вышел, и я понял, что я дома, я действительно в кругу своих друзей. Ведь фестиваль назван не случайно, Денис Мацубев, у друзей. Это действительно мои друзья, с которыми мы очень много уже сыграли, и я обожаю здесь бывать. И, конечно, отбор наших новых имен, наших искорок, которые были вчера, пять стипендий, которые мы вручили молодым, юным моим коллегам, и путевки в нашу летнюю творческую школу в Суздаль, благодаря президентскому гранту, который мы получили совсем недавно. Это тоже для нас большое событие, и Казань показала в этот раз на этом фестивале блестящие результаты, потому что пять стипендий – это очень-очень хорошая цифра. Классическая музыка развивается очень-очень сильно. Я не о технике говорю, хотя, безусловно, здесь тоже какие-то достижения совершенно уникальные, когда в 12 лет ребенок играет концерты Прокофьева или Чайковского. С одной стороны, ты понимаешь, что же будет дальше, если они в этом возрасте так играют. Но то, что мы дали пять стипендий – это только самое начало. Я всегда говорю, у вас сегодня успех, а завтра с утра нужно идти заниматься. Большой риск есть, конечно, общение с родителями, общение с педагогами. Насколько этот триумвират выстроен, потому что от этого зависит успех, развитие молодого таланта. Потому что родительский талант должен быть не меньше. Мои родители – это яркий пример того, на какие жертвы они прошли, бросив все в Иркутске и уехав со мной. В 91-м году вы представляете, какое это было время. Вместе с тем, обычные талантливые девочки, пианистки, вот в Казани в той же самой. Многие жалуются, а куда дальше, как уйти на большую сцену? Только через фонды? Что еще? Может быть, что-то, на ваш взгляд, необходимо изменить где-то в региональной политике? Здесь очень сложно говорить. Точного рецепта не существует. Но вопрос правильный. Трудоустройство музыкантов – это огромная задача, потому что это трагедия нашей профессии. Я знаю, что сейчас Ульгерный Голодец сделал такое предложение, которое уже начинается эта история. Сделать филиалы знаменитых наших школ. Центральная музыкальная школа, которая уникальная, мой альваматор, который я закончил при консерватории. Сделать несколько филиалов по стране. В Владивостоке, в Калининграде и, по-моему, где-то еще в Сочи. В Сочи, в Сириус проходят такие огромные центры. Также будет, по-моему, Вагановская школа балетная. Такие кластеры. Да, да, да. И вот это очень важно, потому что под этим брендом, конечно, мы получим и дополнительные места для педагогов, для молодых педагогов, которые заканчивают консерваторией. И последний вопрос, Денис Леонидович, вы торопитесь уже на концерт. Много ли из тех стипендиатов ваших, которые без поддержки фонда не смогли развиваться дальше? То есть в силу финансовых, экономических обстоятельств, возможностей родителей. Как много таких детей? Ну, как правило, они не из столиц наших, ни Москвы, ни Петербурга. Как правило, из глубинки, а как правило, вообще из маленьких городов, даже поселков и деревень. Без отцовщина и ничего греха таить. Конечно же, существование просто находится на очень низком уровне. Приходится, вот я в прошлом году на форуме говорил нашему президенту, что вот у меня была бабушка, которая продала квартиру в свою в 91-м году, дала мне 18 тысяч долларов. Когда я поехал в Москву, и мы на это первое время жили. Сейчас уже я прилагаю усилия к тому, что вот нашли, скажем, Елисея Мысина, нашего вундеркинда, шестилетнего, который на «Синей птице» появился из Ставрополя. Потрясающий мальчик. Вот я ему оплачивал квартиру, я ему платил стипендию. Также и Ивану Бессонову, который победил на Евровидении, которого мы нашли на нашем конкурсе «Гранд Пьяно». И таких случаев огромное количество. Конечно же, это неправильно то, что должны, хотя меценаты ничего не должны, вообще это порыв души должен быть. Хотя налоговое послабление тоже это очень важная история во всем мире. Закон о меценатстве нам нужен как воздух. Денис Леонидович, большое спасибо за интервью, открытие вам новых, новых имен, новых вершин. Спасибо. Спасибо.